Стивен Кинг. Проклятая экспедиция. Когда Джимми и Хью прилетели на Венеру, то планета показалась им раем, но уже на утро Джимми был мертв. Итак, сказал Джимми Келлер, глядя на платформу, на которой покоилась ракета посреди пустыни. Одинокий ветер дул через пустыню, и Хью Булфорд сказал, ага, пришло время отправляться на Венеру. Зачем? Зачем мы хотим попасть на Венеру? Я не знаю, сказал Келлер, я просто не знаю. Ракета коснулась Венеры. Булфорд проверил атмосферу и изумленно сказал, да ведь это старая добрая атмосфера Земли, совершенно пригодная для дыхания. Они вышли наружу, и настала очередь Келлера удивляться. Да здесь, как весной на земле, все так пышно и зелено, и красиво. Это же рай! Они побежали. Фрукты были экзотическими и восхитительными. Температура безупречной. Когда пришла ночь, они заснули на улице. Я назову это место садом Эдема, сказал восторженно Келлер. Булфорд уставился на огонь. Не нравится мне это место, Джимми. Здесь все неправильно. Здесь есть что-то злое. Ты космический счастливец, усмехнулся Келлер. Выспись, и все пройдет. На следующее утро Джеймс Келлер был мертв. На его лице читался такой ужас, что Булфорд не хотел бы увидеть его снова. Похоронив Келлера, Булфорд позвонил на землю. Ответа он не получил. Рация была мертва. Булфорд разобрал ее и собрал снова. С ней все было в порядке. Но факт оставался фактом. Она не работала. Тревога Булфорда возросла в два раза. Он выбежал наружу. Пейзаж оставался таким же радостным и счастливым. Но Булфорд видел в нем зло. Ты убил его! Закричал он. Я знаю это! Внезапно земля раскрылась и заскользила к нему. Почти в панике он побежал назад к кораблю. Но в него попал кусочек земли. Он проанализировал землю, и паника захватила его. Венера была живой. Внезапно корабль накренился и опрокинулся. Булфорд закричал, что было мочи. Но земля поглотила его. И было похоже, что она облизнулась. Затем она успокоилась, поджидая следующую жертву.